Нелегкая задача Правильно подобранные обувь и инвентарь залог успеха для начинающего лыжника Любители здорового образа жизни всех возрастов с нетерпением ждали снега А Лазутенко готовилась принять лыжников еще до снегопада Ее оснеживали при помощи специальной пушки Пользуется сейчас услугами Одинцовского парка и катается на круге 300 метров Я думаю, для того, чтобы постоять на лыжах, это достаточно Ну и я думаю, в скором времени настанут холода еще наделают снега и трассу увеличат Ирина встала на лыжи впервые Разминка и упражнения с тренером помогли понять начальную технику и держать равновесие В душном зале совсем не хочется заниматься Зима – время лыжного спорта, говорит женщина Руки используем, плечи используем, ноги используем при катании Главное – правильная постановка ног И не бояться На лыжную трассу пришли совсем юные любители зимних видов спорта По словам тренера, главное показать на своем примере как правильно стоять на лыжах В игровом формате занятия проходят намного интереснее Именно по возрасту подбираем группу целевой подготовки Кто уже катается на лыжах, кто еще не научился То есть группа начинающих, группа продвинутых детей Тренировки у нас каждый день проходят У нас есть полупражнений из 30 начинающих упражнений, например И есть упражнения, как елочка Есть упражнения, как самокат Есть упражнения, как лесенка В общем, большой объем Упражнений без палок И с палками Одновременный ход Дабл полинг То есть это все мы тренируем Губернаторская программа «Зима в Подмосковье» уже стартовала Этой зимой в пяти парках муниципалитета обустраивают лыжные трассы разной протяженности На Лазутинке их целый комплекс А 31 декабря здесь проведут традиционную манджосовскую гонку Еще есть время подтянуть навыки Тренеры советуют начинающим лыжникам двигаться к результату постепенно Удобная обувь и экипировка, координация движений, обучение ходам и элементам и вперед на лыжи Екатерина Крамар, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова